Всем привет, дорогие мои друзья! Меня зовут Юля, и я приглашаю вас к себе на кухню. Сегодня я буду готовить очень вкусные и совсем не калорийные котлеты. Летом очень часто готовлю котлеты именно по этому рецепту. Надеюсь, и вам они тоже очень понравятся. Давайте начнем готовить. Для приготовления мне понадобится куриный фарш. У меня сегодня фарш из филе индейки. Можно взять фарш из любого нежирного мяса, по своему предпочтению. В фарш я уже добавила лук. Я всегда фарш делаю сама и вместе с мясом сразу перекручиваю лук. В котлеты буду еще добавлять кабачки, свежую зелень, у меня укроп, яйцо, приправу. У меня сегодня приправа для курицы. Можно взять любую приправу. И соль, перец по вкусу. Фарш у меня уже перекручен. Осталось только натереть кабачки. Кабачки натираю на крупной терке. Сок с кабачков я не отжимаю, и тогда котлеты получаются более сочные и мягкие. В кабачку добавляю куриный фарш, яйцо, солю по вкусу, добавляю приправу и свежую зелень. И все хорошо перемешиваю. Котлеты сегодня буду запекать в духовке. Я беру глубокую форму. Форму я ничем не смазываю, так как все пустит сок и ничего не подгорит. Формирую котлеты среднего размера и выкладываю в форму. Вот такие котлетки у меня получились. И ставлю их запекать в духовку. Запекаю 30-35 минут при температуре 180 градусов. Вы, конечно же, в первую очередь ориентируйтесь по своей духовке. Можно пожарить на сковороде. На сковороде я жарю котлеты без масла, под крышкой. У меня прошло полчаса и смотрите, какие аппетитные котлетки получились. Хорошо пропитались соком кабачков и получились очень мягкие и сочные. А самое главное, совсем не калорийные, что очень важно для тех, кто следит за своей фигурой. В сезон кабачков очень часто готовлю такие котлеты. Обязательно попробуйте приготовить. Всем рекомендую. Ешьте вкусно и полезно. Приятного аппетита! Продолжение следует...